Стань Дедом Морозом! Новогоднюю рождественскую акцию с таким названием для воспитанников детских домов ежегодно проводит благотворительный фонд АИФ «Доброе сердце». В этом году доброму начинанию исполнилось уже 15 лет. О том, как проходила акция в этом году и сколько детей с различными заболеваниями получили к празднику помощь от неравнодушных людей, узнавала Эльвира Гордеева. Дед Мороз! Дед Мороз! Настоящий Дед Мороз, елка, хороводы, аттракционы, угощения. Со всем набором праздничной атрибутики один из московских парков аттракционов встречал гостей. 150 детей из семи детских домов в Смоленской, Ярославской, Тверской и Владимирской области были приглашены в столицу на подведение итогов всероссийской акции «Стань Дедом Морозом». Ребята, счастья, здоровья, добрых людей, ну пусть всего самого-самого, пускай будут самые смелые ваши мечты. Чтобы у детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, в Новый год и Рождество был настоящий праздник. Именно с этой целью 15 лет назад благотворительный фонд «АИФ Доброе сердце» задумал акцию «Стань Дедом Морозом». Первоначально наша задача была детям из детских домов, которые живут в глубинке, в селах, в каких-то поселках, да, и порой лишены вот этой радости, встречи, Рождества, выполнить их желание к Новому году. Вот так и появилась наша традиция. За годы проведения акции предновогодний благотворительный марафон стал более масштабным, а задачи его приобрели иные смыслы. Теперь воспитанники детских домов сами становятся маленькими волшебниками для детей тяжело больных, тем, кому нужна спонсорская помощь для лечения. Наши детдомовские дети стали своими руками делать игрушки. Они эти игрушки стали передавать нашим меценатам, за что в знак благодарности, помощи больным детям, меценаты стали оплачивать лечение этих больных детей. В этом году благодаря проведению акции 44 ребенка из разных уголков России получили помощь на 14 миллионов рублей, а дети из детских домов, авторы елочных украшений, заветные подарки от Деда Мороза. Футбольную форму, кроссовки для занятия бегом, наборы для проведения химических опытов. Словом, те вещи, о которых они мечтали. Меня зовут Кристина, я приехала из города Собинки в этот Новый год. Здесь мне подарили большие наушники, которые я хотела. Дети не только получают свой заветный подарок, они понимают, что они помогли больным детям, но и еще имели возможность социализироваться, узнать других детей, познакомиться с другими детьми и получить массу радости от этого общения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok